Эфир Хабар 24 продолжает новости. Меня зовут Диана Сапорбекова. Здравствуйте. Продолжение следует. Сельское хозяйство сократилось в Казахстане. Из 315 предприятий, которые планировали запустить в этом году, сегодня работают чуть больше половины. По данным Минсельхоза, самые низкие показатели в Шымкенте, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях. А вот в Атерау до сих пор не реализовали ни одного проекта. Еще в прошлом году в ведомстве утвердили дорожную карту, по которой в течение двух лет во всех регионах должны были запустить более 800 мясных комбинатов, животноводческих, молочных и птицефером. Но список в итоге сократили почти вдвое. Это свидетельствует о слабой проработке проектов и незаинтересованности местных акиматов в их реализации, отметили в Министерстве сельского хозяйства. Чешские самолеты закупили для казахстанской армии. Они пополнили авиационный парк Актюбинского института сил воздушной обороны. Летательные аппараты будут использовать для практических занятий курсантов. Новые военно-транспортные суда, по данным Министерства обороны, развивают скорость до 380 км в час и преодолевают расстояние в пределах тысячи километров, независимо от метеоусловий. Но прежде чем приступить к полетам, будущие летчики должны тщательно изучить теорию. Первую практику запланировали на лето следующего года. В планах у нас стоит еще приобретение четырех машин данного типа. В ближайшем будущем, до 30-го года, мы должны создать большой парк здесь авиационной техники и инженерно-технический состав, который обучился в Чешской республике, имеет допускаемое самостоятельное обслуживание. Я думаю, будем качественно, грамотно обслуживать данную технику. Спасибо. В этой связи на совещание выдвинули ряд предложений о разработке новых условий труда и системы поощрения для выпускников, которые направляют в регионы. Как сообщил ректор Академии гражданской авиации Бикенсий Дахметов, в 2025 году ВУЗ должен получить сертификат Европейского агентства по безопасности полетов, а также пройти аудит. Далее Академия будет готовить пилотов по европейским стандартам. Сегодня знания английского языка требуются не только для пилотов и инженеров, но и для работников аэропорта. И в этом направлении большое внимание в Академии уделяется трехязычию. В этом году 25% наших образовательных программ уже ведутся на английском языке. В перспективе до 2025 года мы планируем уже 85% наших образовательных программ по специальной дисциплине вести на английском языке. К другим темам. В ближайшие 15 лет Казахстан испытает острый дефицит воды. Уже сейчас в стране необходимо повышать эффективность использования и управления ресурсами. Проблемой обеспокоены депутаты Мажелиса. Они призвали к экономии питьевой воды. Сергей Пономарев в своем запросе отметил, нужно разработать экономические механизмы, которые стимулировали бы бизнес к активному внедрению водосберегающих технологий. Также он подчеркнул, что предварительный вариант нового водного кодекса носит декларативный характер. В промышленности всего 30% предприятий используют технологии оборотного водоснабжения. И так происходит везде. Людям просто в голову не приходишь, что вода не вечно. Из Большого Алматинского канала, построенного 40 лет назад, вода льется, как из бездонного ведра, и бежит себе, куда попало, мимо разрушенных лотков, превращаясь в болото. И еще хуже ситуация на канале Каныши Монтайча-Сатпаева. При этом, по официальным данным, из-за дырявых каналах мы теряем ежегодно почти половину влаги. 14% только орошаемых земель поливаем с использованием водосберегающих технологий. Между тем, острейший дефицит воды давно наблюдается в Кзлардинской, Жамбылской, Атараусской областях. Только в Мангостау ее ежедневно не хватает 50 тысяч кубических метров. На 43 миллиона тенге оштрафовали детские дома, школы, интернаты и лагеря. В 87 учреждениях страны отсутствовали сертификаты о поверке более 2000 медицинских приборов, в том числе тонометров, весов, ростомеров, термометров и электрокардиографов. Их использование может оказать негативное воздействие на здоровье детей. Руководителей организации оштрафовали в общей сложности на 43 миллиона тенге. Большинство субъектов контроля, они не знают требований этого законодательства. Многие были удивлены на самом деле, что такие требования существуют. Поэтому нами инициирован ряд мероприятий по профилактике таких нарушений. Мы разъясняем, мы проводим семинары, мы информируем, предупреждаем, что есть такие требования. И нужно, чтобы средства измерения проходили поверку. Родители и педагоги около 10 лет просят власти Алматинской области установить светофор на оживленном перекрестке рядом со школой. По их словам, на этом участке часто происходят аварии. Здоровье и жизнь детей ежедневно подвергаются опасности. Наш корреспондент Карла Гашмина Якова выясняла, когда решится проблема. Улица, на которой находится учебное заведение, примыкает к этому участку оживленной трассы. Именно здесь, на восьмом километре дороги Алматы к Золту-Покровка, школьники ежедневно подвергают свою жизнь опасности. С каждым годом становится все более и более опасно. Вы сейчас видите все это движение. Есть только маленький неосвещаемый пешеходный переход. Очень часто случаются здесь аварии. Чтобы хоть как-то уберечь детей осенью и зимой, взрослые организовывают дежурство около пешеходного перехода. Водители его просто не видят. Жители не раз обращались к властям. С 2014 года мы обращаемся уже в управление дорожной полиции, в Акиматы. Мы готовы были уже здесь благоустроить и как-то обустроить проезжую часть за свой счет, но, к сожалению, не получили на это разрешение. Опасный перекресток расположен на границе двух районов Толгарского и Ильисского. Член общественного совета Амарат Джапаров говорит, что власти не могут решить, кто поставит светофор. Наш автодор Толгарский, АСХАТ-специалист, он говорит, давайте выявим границу. Определим чья. Вызвали комиссию людей. Вот буквально 1 декабря по границе светофор оказался на территории Ильисского района. До этого отдел ЖК Ильисского района это не подтверждало. В департаменте полиции Алматинской области об этой проблеме знают. После проверки данного участка дороги в местные исполнительные органы выдали предписание о необходимости установить светофор. Установку светофора мы будем планировать на следующий год, когда будет формироваться бюджет. Думаю, в первой половине года уже установим. Мне просто одна ситуация непонятна. Почему вот эти госорганы оставляют на следующий год? А вы сами видите, да, перекресток очень сложный. Таким же вопросом задаются и педагоги, и родители. В чем резон такого подхода к обеспечению безопасности детей на дорогах, им непонятно. Крылогаш Минаекова, Радик Джакупов, Хабар-24, Алматинская область. В Высотайском районе Атраусской области завершают ремонт внутрипоселковых дорог. Там заменили 80 километров дорожного покрытия. Еще 40 запланировали на следующий год. Стоимость проекта 7 миллиардов тенге. Также дополнительно строят подъездные пути к трассе Атрау-Астрахань. Это позволит значительно сократить логистические издержки и открыть новые объекты придорожного сервиса. Ремонт дорог ведется в Камыскалинском, Тушикудукском, Аккистауском, Жамбайском, Зенигенском и Сатайском сельских округах. Строительство начали в 2020 году. Все села будут соединены с трассой Атрау-Астрахань через подъездные дороги. Работы завершим в следующем году. Еще одного фигуранта по делу букмекерской конторы «Олимп Кизет» экстрадировали в Казахстан из Сербии. Его поместили в столичное СИЗО. Ранее из Германии на родину вернули другую подозреваемую по этому же делу. По версии следствия, в составе организованной преступной группы они участвовали в проведении незаконных азартных игр. При этом уклонялись от уплаты налогов в бюджет, а также легализовали деньги и имущества, полученные преступным путем. Ущерб государству превысил 86 миллиардов тенге. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Казахстан неизменно выступает за укрепление пятистороннего сотрудничества с прикаспийскими государствами. Об этом в Москве заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу. В мероприятии участвовали главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана. Мурат Нуртлеу отметил необходимость создания секретариата Рамочной Тегеранской конвенции по защите морской среды и напомнил, что по инициативе президента Казахстана до конца года наша страна создал научно-исследовательский институт по изучению Каспийского моря. Говоря о текущем Каспийском переговорном процессе, министр иностранных дел заявил, что важной задачей остается вступление в силу конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Он также отметил динамичное развитие потенциала региона и рост объема взаимной торговли Казахстана с прибрежными государствами. За 8 месяцев текущего года он достиг 18 миллиардов долларов. К нашему региону отводится особая роль в обеспечении энергетической безопасности и транспортной доступности на Евразийском континенте. Казахстан продолжает совершенствовать свою транспортную инфраструктуру, в том числе порты Ахтау и Курок. В 2022 году объем транзита грузов через вышеуказанные порты увеличился в 2,5 раза и достиг 1,5 миллиарда тонн. Эта работа будет способствовать планомерному увеличению мощности данного коридора до 500 тысяч контейнеров к 2030 году. В посольстве Казахстана в Москве Мурат Нуртлеу провел двустороннюю встречу с главой внешнеполитического ведомства Ирана. Стороны рассмотрели состояние и перспективы развития межгосударственных отношений и обсудили сотрудничество в многостороннем формате на площадках международных организаций. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиян поблагодарил Казахстан за активность в разрешении региональных конфликтов, в том числе за инициирование астанинского формата по урегулированию в Сирии. В Азербайджане завершились Дни культуры Казахстана. В столичном центре Гейдара Алиева прошла выставка произведений казахстанских художников и гала-концерт мастеров искусств. Михребан Касумова расскажет. Дни культуры Казахстана в Азербайджане включили в себя обширную творческую программу. В течение трех дней жители и гости Баку смогли послужить сольный концерт казахского этнофольклорного ансамбля «Хосак», посмотреть спектакль Казахстанского государственного академического театра для детей и юношества имени Мусрепова. А завершились мероприятия выставкой произведений изобразительного искусства и гала-концертом с участием известных казахстанских артистов. На мероприятие приняла участие министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева. Нынешнее мероприятие Дни культуры Казахстана в Азербайджане еще раз показало высокий уровень братских отношений между Азербайджаном и Казахстаном. Очень приятно, что деятели культуры Казахстана для нас не только этнически близки, не только духовно, но и показали прекрасную программу, показали выставку самобытных художников Казахстана. Это событие, я думаю, навсегда останется в памяти наших сердечек. У нас схожие языки, схожие культуры, но наши культуры и наше искусство настолько богаты, что мы каждый раз открываем для себя что-то новое. Поэтому очень важно проводить именно вот такие мероприятия в рамках Дней культуры. Мы благодарим оба наших министерства культуры за эти мероприятия и будем впредь работать на благо наших народов. Новшеством для азербайджанской аудитории стала уникальная экспозиция. Наряду с традиционными формами изобразительного искусства здесь представлены новые виды инсталляции, арт-объекты девяти казахстанских авторов. Каждая работа самобытна и интересна. Тут везде и женщины-воины представлены, и мифические образы тюркские, также женщины-правители. И даже есть у меня образ девочки-охотницы. Это чтобы показать, что наши женщины были великие и поднять статус женщины в обществе. Выставка замечательная тем, что здесь очень много красивого. Понимаете, иногда на выставках такая сложная красота, а тут ясно видно, а что может быть лучше красоты у художника? Это самое главное. Поэтому выставка замечательная. Очень много красивых лиц. Вот я смотрю, та же женщина-волк, и то очень красиво. Дни культуры Казахстана в Азербайджане стали своего рода итогом политического, социально-экономического и культурно-гуманитарного сближения двух стран. На мероприятии в центре Гейдара Алиева присутствовали министр культуры Азербайджана Адиль Керемли, председатель управления мусульман Кавказа Шейх-Уль-Ислам Аллах-Шикюр Пашазаде, министры, депутаты, послы и местные заслуженные деятели. Все сошлись в едином мнении. Нынешний культурно-творческий диалог между двумя странами обязательно найдет свое логическое продолжение. Уже в следующем году в Казахстане пройдут Дни культуры Азербайджана. Азербайджан Проживают около 30 казахских семей. В организации способствуют сохранению культуры и традиций казахского народа. Фонд также намерен помочь решить проблему нехватки учителей в школах с обучением на казахском языке. Всего в Бухарской области 17 учебных заведений, где особенно остро нуждаются в преподавателях естественных наук. Отмечу у местного казахского культурного центра обширные планы на будущий год. Организаторы собираются провести очередной республиканский форум Кандасов в Бухаре в 2024 году. Мы соблюдаем казахские традиции. Наше самое большое мероприятие – это беташар. Приходит от 400 до 500 человек. Играем на дамбре. Даже если мы живем далеко, мы чтим нашу культуру. Я жительница города Газли. Работаю там учителем начальных классов. В городе есть Центр музыкальной культуры. Там мы обучаем традициям, переданным от наших предков. Мы поем национальные песни, исполняем кьюи, играем на дамбре. Первый международный чемпионат по сбору мусора прошел в Японии. В страну восходящего солнца приехали команды из более чем 20 стран. Цель необычных соревнований – стимулировать людей к бережному отношению к окружающей среде. Кому досталась победа в этой гонке, расскажет Сантухаш Байгуаныш. Жестяные банки, стеклянные изделия и пластиковые бутылки. Эти предметы стали главными атрибутами первого международного чемпионата по сбору мусора в Японии. Необычный турнир объединил участников из 21 страны мира. В том числе из Австралии, Бразилии, Великобритании, США, Франции и ЮАР. Главная задача участников – собрать как можно больше мусора за полтора часа в конкретных районах Токио. Очки начислялись в зависимости от количества, размера и типа мусора. Чем меньше отходы, тем больше баллов. Первостепенная задача турнира – это повысить осведомленность людей о важности охраны окружающей среды. Вторая задача этого мероприятия – это уже предоставить возможность людям внести свой вклад в решение проблем загрязнения. Почетное первое место в турнире забрали британцы. Они собрали свыше 57 килограммов мусора. Победителям вручили кубок и медали. Хозяйка турнира – Япония – заняла второе место. В общей сложности участники чемпионата собрали почти 550 килограммов отходов. Причина успеха кроется в нашей хорошей физической форме. Мы понимаем, насколько важна экологическая сторона этого турнира. Мы так много узнали о том, насколько сильно нам нужно очистить наши океаны и уменьшить количество мусора. Так что для нас это был действительно хороший опыт. Иногда было очень сложно, потому что мусора было не так уж и много. Но тогда нам приходилось искать немного лучше – заглядывать в кусты или просто сосредоточиться на окурках на земле. Следующий международный чемпионат по сбору мусора в Японии состоится в 2025 году, говорят организаторы. Подобные соревнования на местном уровне начали проходить в стране с 2008-го. В последние годы они набирают популярность и приобретают всё более широкий охват. Только в 2023-м на японских островах состоялось около 230 таких мероприятий. Сандугаш Байгуаныш, Хабар-24. И у меня к этому часу всё. Увидимся.